Всем привет! Меня зовут Елена и вы на канале Сад Бесконечного Лета. Сегодня тема ролика – глициния. Весенняя обрезка глицинии. Ранее приобретала различные сорта соцветия желтого, розового, белого цвета, но они не переносили зимовку в наших условиях. Живем мы в городе Воронеже, средняя полоса России, и зимняя температура может быть разной, поэтому только выдерживает зимовку Blue Moon. Родительница нашего экземпляра была привезена в свое время из Канады, где намного жестче и суровее условия, поэтому именно этот сорт и растет в нашем саду. Глициния – это лиана, плети которой вырастают до 9 метров. В нашей глицинии где-то лет 7 такой ствол. Из земли очень много выходит поросли, то есть за этим нужно следить. Вот, допустим, вот эту я, наверное, уберу. Ветку как бы ни туда, ни сюда. И вот остаются две ветки с другой стороны. Обе выходят из земли. Размножаются отводками, черенками и семенами. В прошлом ролике я показывала, как я сею семена глицинии. Ссылку оставлю в описании ролика. Вот эту поросль я пришпилила к земле и прикопала для того, чтобы они дали корни. Чуть-чуть попозже посмотрим, где-то к июню, кто с ними встал. Давайте рассмотрим поэтапно. Приобрели саженец, посадили рядом с опорой. Туда 2 она наращивает корневую систему. После возраста 2 лет надземная часть идёт в рост. Обращаю ваше внимание на то, что когда растёт надземная часть, плети цепляются за опору, обвивают её, и таким образом она растёт. В цене очень мало информации и так общие понятия. По своему опыту я поняла, что когда она плетает опору, и стволы растут, утолчаются, она сама себя душит. Поэтому в возрасте 3 лет мы сплели её и прикрепили ровно к опоре, ну как смогли рядом с опорой. По мере формирования мы её раскинули на 2 части. Зимует отлично. Пока маленькая, пока наращивает корневую систему. Но года 2 я укрывала укровным материалом. Просто пригибала к земле и набрасывала укровной материал. Потом всё отлично. Зимует хорошо. Цветёт с июня месяца до конца июля. Потом делала обрезка и снова выпускает соцветия. Последнее соцветие мы наблюдали в прошлом году вплоть до октября. Кисти соцветий голубого фиолетового цвета. По обрезке тоже информации мало. Всё приходит с опытом. Что заметила? Когда начинают расти веточки от основного ствола, их необходимо... Ну на зиму я, допустим, обрезала их, ну, почек на 5. Раз, два, три, четыре, пять. Ну, как правило, верхние срезы подмерзают. Весной я обрезаю её на 2-3 почки. Из почек выбрасываются цветоносы, и то есть вот здесь она будет свисти. Считаем. Раз, два, три. Оставляем где-то полсантиметра. Обрезали. Следующую веточку. Раз, два, три. Ну, живая. Чуть-чуть вот здесь вот кончик подмерз. Всё хорошо. Зимовка прошла хорошо. Раз, два, три. Ну, здесь вот часто почки идут. Давайте на 4 отрежем. Вот здесь вот, смотрите, веточка пошла в кривь. Мы обрежем её вот так. Ну и продолжаем. Кончики. И обрезаем каждую веточку. Срезаем кончик. Принцип такой. Всё просто. Ну вот, получается как-то так. Сейчас я возьму лестницу и покажу результат всей обрезки. Ну и всё. Обрезка глицинии заняла у нас 10 минут. Когда ухаживаешь за растениями вовремя и надлежащим образом, всё происходит быстро. Идём итоги. Боковые ветки обрезаются на две-три почки. Принцип такой же, как у плетистых роз. Таким рыбьим скелетом или ёлочкой, как угодно. Раскиданы ветки двум уровням. Первый уровень на две стороны и второй уровень. Вот, посмотрите, как у меня получилось. Всё, обрезали на две-три почки. Тоненькие ветки на две почки. Потолще на три. Зафиксировали плети на проволоке. И другая сторона. Нижний уровень. И верхний уровень. Левый край у нас длиннее. Но изначально мы хотели пустить только по верхней стороне. Потом изменили решение и переформировали. И подкормила. Прорыхлила. И внесла кольцевую селитру. Для того, чтобы ляна была лаккой и сильной. Ну, теперь встретимся с вами во время цветения. Расскажу про уход после цветения. Очень интересное растение. Советую приобрести уход элементарный. Обрезка и первый уход за глицинией у нас закончился. Всего понадобилось 15 минут нашего времени. И я уверена, это необыкновенное растение отблагодарит нас своим шикарным цветением. Оставайтесь со мной. Ставьте лайки. Встретимся с вами, когда она зацветёт. До новых встреч. Всем пока-пока.